добрый вечер друзья не добрый вечер вам не другим я 28 ноября будет год как ушел александр борисович градский и я решил выложить несколько записей из того что готовилась для третьей книги в александре и тем более не будет хотя издательство меня всячески уговаривает я не готов объясню почему . готовились предыдущие две саша читал рукописи он никогда не правил свою прямую речь никогда ворчал только то что я не нормативную лексику кое-где убираю шутил по этому поводу что ты мол блять не музыкант не понимаешь что мелодика и вид повествование меняется вот за этим только только следил но он писал такие комменты короткие такие лаконичные такие пояснения обычно к тому что другие излагали или то что я по своим вспоминалкам от себя писал и это было лучшее что было в этой книге лучшее вот хотя повторю что мат оставался и даже вот книжки вот так вот продавались по целлофане для того чтобы не дай бог какой-нибудь подросток несовершеннолетний до 18 лет маркировку видите 18 лет до какой-нибудь возьмет и с полки в книжном магазине приставит ее там и умеет слову пиздец и это будет естественно вот тем более что и обложку такую сейчас не разрешат вот сигаретка это миша королев по моей просьбе снимал александр борисович и так что 3 книги не будет записи которые делались и в прошлом году и после выхода девятнадцатом году к семидесятилетию сашину в двадцатом году записывал что ты в конце девятнадцатого то есть но много каких-то наблюдений некоторые забавные некоторые дочь но в любом случае других синхронов от александр градского уже не будет и мне как собаки на сене на этом сидеть не хочется поэтому я буду потихонечку не все не все выкладывать почему потому что какие-то очень резкие оценки сейчас когда его нет вот не хочется мне особенно штука когда в адрес моих коллег телевизорчиков говорилось почему ну потому что мне кажется мало кто-нибудь обидится и не повторит какой-нибудь фильм очередной они не сделают к очередной передачу но тебя так конечно гоню вот так что вот будет десяток я планирую как как минимум небольших сюжетов антонов юра и группа фестиваль группа фестиваль это те кто пел пора-пора порадуемся на своем веку ладно это же этот самый боярский пел да но эта группа фестиваль играла и пела играла может быть но пел же боярский по-моему музыка была и все что касалось этой песни аранжировал мой приятель дима а играли ну якобы это дунаевский а играли вот группа фестиваль это было их фейка потому что у них было как сказать лейбл дает что его даже с таким хитом они имеют только 15 минут во дворце спорта на моем сольном концерте 15 мигра имел тонов юра на моем сольном концерте ими 15 минут имел на моем сольном концерте составь антонов пел я даже помню репертуар нами пела бы вообще стасказать хотя девчонок мы больше не глядим или там звездочка моя ясная очень красивые песни серёжа дичкова а юра антонов пел для живую тебя как зеркало на головокружение или там для меня нет тебя прекрасней то есть у них был репертуар 3-4 песни моем концерте которую я пел примерно час двадцать и билеты продавали на меня а фестиваль пели пора-пора порадуемся еще какую-то хуйню начиная концерт а три-четыре песни для чего они были нужны когда по три в день в ростове работаешь понимаешь но невозможно три часа в день орать поэтому нужны были какие-то люди в сольном концерте у дворца спорта которые там конференции кто-то летал под этим самым под потолком делался роковой номер уходила группа потом опять делался какой-то назывался это каучук выходила девочка и гнулась там в разные стороны знаешь там было очень красиво потом кто-то там балетный номер танцевал вот такой был концерт причем все делалось чтобы играть кому 400 рублей собрать